Так, друзья, всем привет! Сегодня мы делаем реально классную самоделку из профильной трубы. Труба у меня 30х30 и 25х25. Также у меня есть шпилька М14 и немножко болтов и гаек. Так как работы очень много, буду стараться меньше болтать и больше делать. Поэтому приступаем к разметке и нарезаем все детали, а потом уже по порядку буду все рассказывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также помимо профильной трубы понадобится немножко листового металла. У меня это двойка или тройка остатки. Нашел в закромах. Наношу разметку импровизированного треугольника и вырезаю при помощи болгарки. Продолжение следует... Продолжение следует... все заусенцы ровняю на шлифовальном станке сначала листовую заготовку а потом также профильную трубу далее перемещаюсь в тиски зажимаю наш треугольник и с помощью кувалды привожу в нужную форму также из листового металла понадобится сделать пару проушин зажимаю в тиски с одного края немножко ровняю лепестковым диском затем керню отверстия сначала захожу сверлом на 3 миллиметра потом сверлом на 10 миллиметров и уже только после по отдельности довожу диаметр до 14 миллиметров и так заготовки у нас готовы и теперь можно приступать к сварочным работам из шести длинных деталей делаю три буквы т а Треугольный карман сначала прихватил на пару точек, но чтобы определиться с нужным расстоянием. Разметив отверстие, зажимаю в тиски и сверлю сверлом на 8 миллиметров. Фиксирую на болт, проверяю работоспособность, все отлично, можно полностью проваривать. У одной буковки Т по краям провариваю проушины и также добавляю пару отверстий, в которые ввариваю гайки. Сварочные работы закончены, теперь можно приступить к покраске. Также нужно будет две шайбы, а с внутренним диаметром 14 миллиметров. Ну и все, краска высохла, можно собирать. Уже вырисовывается картина. Недавно выбрасывал сломанный стул и оттуда выкрутил барашки. Как знал, что они мне пригодятся. Также в этой самоделке буду использовать кусочек пластиковой трубы, диаметр 25 миллиметр. Просовываю шпильку, добавляю пару шайб и пару гаек, ну и лишнее отрезаю. Работая в мастерской, часто приходится торцевать доски. Они у меня 3, 4, 5, 6 метровые. И постоянно приходится что-то колхозить, подкладывать, чтобы доска не упала. А теперь вот такой помощник, как можно назвать третья рука, будет придерживать наши заготовки. С помощью ролика доску легко подавать вперед-назад. Опора надежна, опора фиксируется двумя барашками. Работать стало намного удобней, намного комфортней. Да и сама третья рука не такая уж тяжелая. И так же касается металлообработки. Распускать металл стало тоже намного удобней. Так что вот так, друзья, вот такая у нас получилась самоделочка. Все размеры напишу в закрепленном комментарии под видео. И так же спускаетесь туда и вы. Напишите пару мыслей, понравилась вам идея или нет. Поставьте лайк. Ну а вам я желаю всем хорошего настроения. Спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok